Опустевшие улицы, закрытые двери магазинов и кафе, работающие по графику выходного дня общественный транспорт. Такой дверь предстала в понедельник 30 марта, в первый день, объявленной президентом страны Владимиром Путиным, нерабочей недели. Распространение опасной коронавирусной инфекции на территории страны заставило власти пойти на беспрецедентный шаг, продлить выходные дни для россиян вплоть до 5 апреля. В этот период гражданам настоятельно рекомендуют находиться дома, однако, как выяснилось, следуют этим рекомендациям далеко не все тверичане. Возле одного из крупнейших в Твери торгово-развлекательных центров даже для понедельника непривычно тихо. Пустая парковка и отсутствие горожан, спешащих за покупками. Как и абсолютное большинство подобных объектов города, ТРЦ закрыт в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Внутри неосвещенные коридоры, лишь один-два работающих павильона, социально значимые банкой аптека, натянутая сигнальная лента. И подобная безжизненность сегодня главная черта столицы Верхней Волжьи, а даже на главной пешеходной улице города непривычно безлюдно. Пустынные улицы Трехсвятская и бульвар Радищева, пожалуй, лучше всего описывают то, как Тверь переживает вынужденный карантин. Здесь практически нет людей, да и работающих торговых точек от силы единицы. На дверях магазинов и заведений общепитов практически идентичные информационные сообщения, временно закрыто. В случае с ресторанами и кафе, как правило, существуют упоминания о возможности доставки на дом. Подобная услуга сейчас набирает популярность у горожан, старающихся максимально ограничить социальные контакты. На дом можно заказать фастфуд, готовые блюда и полуфабрикаты. Одно из заведений, где осуществляется доставка еды, популярный у тверитяный ресторан «Панорама». На улицах же горожан считанное количество. Большинство признаются, что вынуждены были выйти из дома по неотложным делам. Я пришла просто в банк отправить в Киргизию деньги, у меня там сестренка. И поэтому пришлось просто выйти, вынуждена была из дома. Вот сейчас отправила, звоню им. Как показал экспресс-опрос, проведенный на улицах Твери, горожане в подавляющем большинстве коронавирусной инфекции не страшатся. И уменьшение количества людей связывают в первую очередь с тем, что им просто некуда идти. Впрочем, нашлись и те, кто старается, как того требует карантин из дома, лишний раз не выходить. А уж если и вышли, то, конечно, с соблюдением всех мер профилактики. Мою руки, обрабатываю антисептиком у меня в машине. Вот сейчас дошла в перекресток, там такая висит штучечка специальная. И ну всё. Я думаю, что на свежем воздухе тут откуда можно подхватить вирус. За предметом мы не прикасаемся. Это больше похоже на праздники, на самом деле. Много людей на улицах, все гуляют всё равно. Была бы хорошая погода, все бы уехали. Тем же, кто уезжать никуда не собирается и намерен провести выходную неделю, как советуют специалисты, то есть в режиме самоизоляции дома, психологи рекомендуют соблюдать ряд нехитрых правил, чтобы максимально сгладить недельное пребывание в четырёх стенах. В первую очередь, говорят эксперты, стоит распланировать свой день. Во сколько мы встаём всей семьёй, когда мы завтракаем, когда мы готовим еду, нужно ли, если родителям поработать, то это тоже нужно запланировать, потому что уходить в работу с головой тоже не вариант. Также в течение грядущей выходной недели психологи советуют ограничить поток информации, которая на сегодняшний день по понятным причинам далеко не радостная. Это поможет отвлечься и внутренне перезагрузиться. Разумеется, особое внимание следует уделить старшему поколению. Мы должны настоятельно им рекомендовать не выходить из дома, то есть практически в приказном порядке объяснить, что это важно для них в первую очередь, и что они нам дороги, поэтому мы готовы позаботиться о них. Если же пробыть дома всю карантинную неделю не удастся, то, по крайней мере, не стоит пользоваться общественным транспортом. Это место скопления наибольшего количества людей. Ответим, что сейчас он также работает по графику выходного дня. Меньше автобусов на маршруте, больше интервалы. Ожидается, что выходная неделя продлится в нашей стране до 5 апреля. Впрочем, не исключено, что количество нерабочих дней в дальнейшем будет увеличено.